В одном из племен Африки головную боль лечат вот так. Во многих регионах России происходит нечто подобное. Некоторые жители со своими недугами идут к лекарям, которые почему-то уверенно окрестили себя народными целителями. Со стороны такая помощь выглядит и грустно, и смешно одновременно. К примеру, это видео под названием «Так выглядит чудо медицина» в одной из социальных сетей набрало сотни тысяч просмотров. Как говорится, чтобы выздороветь, всего-то и нужно, что получить волшебный пендель. Костоправ Евгений Кратенко, он же житель Иркутска, он же четенец, он же обитатель Краснокаменска, уверенно заявляет, у него нет медицинского образования. Тревогу, напомним, забили забайкальские врачи, которые случайно наткнулись на страшное видео с манекеном младенца в его руках. Кратенко трясет муляж вниз головой. И здесь получается, вот эта смена положения вниз головой, это же риск кровоизлияния. А если у малыша есть предрасположенность наследственная, а где-то какие-то неправильные действия, зажимы, которые он провоцирует, полнокровие, это сопровождается кровоизлиянием мозг. Тогда слава на Кратенко обрушилась мгновенно. Им, помимо правоохранителей, интересовались и многие СМИ, в том числе и федеральные. Одни журналисты приходили к нему даже домой. Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, а вы... Вы снимаете это? Да. Другие приглашали к себе на студию, словно на некую исповедь, где он, отбросив все сомнения, открыто заявляет, он всего лишь уникальный гений. Я, наверное, знаете, один из самых лучших костоправов в Сибири вообще. Себя Кратенко считает не только костоправом, но и мануальным терапевтом. Он создал национальную ассоциацию костоправов в Сибири, сокращенно НАКС, сам ее и возглавляет. Образовательной лицензии нет. Однако, как уверен наш герой, это дает ему право проводить различные семинары, обучать ремеслу, например, и, конечно же, платно. Народные лекари есть, и это факт, однако Евгений Кратенко де Юре к ним не относится, и это еще одна данность. В России существует Национальная ассоциация народной медицины. Их задача – врачевателям от Бога обеспечить легальную практику. На подобное лекарство, согласно статье 50-й 323-го федерального закона, те же костоправы, травники, специалисты по натуропатии, имеют официальное разрешение. Оценка их профпригодности возложена на медицинские ассоциации, которые могут быть образованы, опять же, только медработниками. У Евгения Кратенко, как выяснилось, разрешения на занятия народной медициной нет. Более того, 12 марта текущего года данное лицо было исключено из членов Национальной ассоциации народной медицины в связи с демонстрацией недействительных документов о членстве в социальных сетях, в связи с оказанием услуг народной медицины без разрешения и в связи с наличием дискредитирующей информации в СМИ. Как добавляют представители Ассоциации народной медицины, последние три года за кушетками все чаще и чаще встречаются обычные аферисты. А что значит посторонние? Мы не посторонние люди. Почему нет посторонних? А при чем здесь посторонние? Вы знаете, как, наверное, либо мы будем общаться при всех, либо не будем никак, либо никак. А как, не вот, никак. Закон о полиции, обязанность сотрудникам полиции предоставить всем необходимую информацию. А что вы стесняетесь? Не надо, вот опять вы... Вы пытаетесь опять сейчас... А вы хотите, чтобы я общался в присутствии вас? Конечно. Ну вы что, взятку хотите дать, чтобы противоправно действовать? Значит, ничего не получится. Вот смотри, что делает прямо. А зачем мне это? Больно причиняется. Мне больно делать. Зачем так делать? А это Петр Скрипник. Разрешения наказания услуг народной медицины у него нет. Сомнительную помощь он оказывает в Москве и Оренбургской области. Себя позиционирует как специалист традиционной медицины, который может помочь при болях в спине. Медицинского образования у него тоже нет. Это обычный шиномонтажник. Причем ранее судимый за умышленное преступление, который любит деньги, и распускать татуированные руки во всех смыслах этого слова. Что-то поговорить, может быть, с нами, нет? Что-то с вами. Документы лицензии покажете? Себе образование. Почему вы так говорите? Из-за крови, где люди работают. Что делать? Молодец, сказали, где люди работают. Ну, сейчас мы можем. Что еще раз? Ну, вот так вы уже тянете нас, Владимир, в четвертую статью. Все верно. Все верно. Получается, надо стоять с вами, да? Потому что вы кидаетесь, да, на людей? И вы защищаете меня, чтобы на меня не кидать. Они на вас не динутся. Чтобы дети не мешали работать. А зачем вас-то защищать надо? Кто вам мешает? И когда вам стучат, открывайте, чего вы клячетесь? И много морястся. Вы клятся своей работой получаете? Человеку, потому что нет лицензии, никаких документов. Может, если она зайдет? Поэтому он и прячется. Конечно, если мне ничего не показать. Девушка, а вы кем являетесь? Ну, это, конечно, беспредел вообще, полный беспредел. Лечит шиномонтажник своим привычным инструментом – молотком по позвоночнику. А вы, напомните, работаете? Работаю. Водителем. Водителем. Профессиональная болезнь. Ай? Профессиональная болезнь. Ага. Да, да, да. К слову, один из его пациентов попал в реанимацию после так называемой лечебной процедуры. Сегодня бедолага проходит реабилитацию в одной из больниц Оренбурга. Несколько дней назад стало известно, что в отношении Скрипника возбуждено уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью. Делом шиномонтажника, который выдает себя за «чудо лекаря», занимается юрист Андрей Пысенков. Он наглядно запечатлел, как мужчине приводят детей к горе-мамаши. Уродка, Айна. Ну что, все позволяете. У вас все в порядке с психикой? С психикой все в порядке у вас? Кто? У вас с психикой все в порядке? Ты кто? Ваша фамилия, пожалуйста. Иди, я свободен. Ну-ка, еще разочеку. Куда пошли-то? В свободе. Мы связались с Андреем Пысенковым. Юрист отмечает, желающие лечить пользуются тем, что каких-либо четких критериев и общих стандартов по подобным видам услуг на федеральном уровне пока не предусмотрено. И вот проблема здесь как раз заключается в том, что непонятно, каким образом описать данную услугу, например, того же мага или целителя, и каким образом определить результат качества выполненной работы. На данный момент очень сложно сказать, какая услуга оказана качественно, какая некачественно, и как она должна вообще быть оказана, как проверить вообще качество оказанной услуги. Собеседник предупреждает давать свою ту же драгоценную спину в ненадежные руки, терпеть при этом боль, но верить в лучшее – занятие сомнительное, которое может закончиться у каждого по-разному. Но в любом случае я рекомендовал всем тем, кто хочет воспользоваться услугами народной медицины, никаким образом не пользоваться услугами непроверенных специалистов, тем более тех, которые оказывают услуги без каких-либо договоров или чеков. Потому что в случае причинения вреда здоровью, взыскать компенсацию морального вреда, а она может доходить до миллиона рублей в подобных случаях, будет крайне сложно. Но вернемся к Ротенко. Представители Национальной ассоциации народной медицины обратились за помощью к председателю экспертного совета по вопросам законодательного регулирования в сфере комплементарной медицины Комитета по охране здоровья Государственной Думы Российской Федерации Федоту Тумусову. Они просят разъяснить ряд вопросов, а именно, относится ли костоправство к видам массажа, имеет ли право герой сюжет оказывать подобные услуги без разрешения и может ли он обучать данной технике лечения, не имея образовательной лицензии. А пока все тонкости по этому делу выясняются, Евгений Кротенко продолжает трудиться. В своих социальных сетях он предупреждает, что накануне едет в Забайкальск. А это значит, идти к нему или не идти, каждый решает для себя сам.